девочки добрый бед и в италии в основном едят сучка одна из традиций итальянских ходить в обуви по квартире девочки кошечки мои любимые ребята всем боносэро всем добрый вечер девочки ребята я перепутала помните в прошлом логе вам говорила то что у меня муж и субботу едет нет он не уехал он поездку перенес на март месяц вот поэтому мы сегодня но он пошел на работу мы сходили купили покушать солиды по быстренькому и дома девочки сюда дождь целый день дождь погода такая что знаете посидеть на диванчике по печали ничего не делать у нас сегодня уже ели фасоль помните я делала скажите мне пожалуйста со сменогом вкусно получилось вот прям очень вкусно и у нас сегодня вечером мясо свининка пришли взяла мы уже сделали с мужем аперитивчик аллегра покушала музыкальную карту сидят сейчас мультики смотрят мультики смотрят парку музыкальную карту доедает мясо мы солим от меня научили за пару минут до приготовления из-за плохой погоды мы сегодня не пошли завтракать по по субботам завтраком плюс олега еще простудилась у меня начался на смарт кашель и мы никуда не пошли вы помните вам пирог показывала что хотела сделать сладко ну во первых у меня уже не поехала на ладно не буду делать тогда освобожу себя вот и мы купили крустоту потом я вам покажу пирог и мы и в общем этот пирог который я вам показывала мы вас ели по кусочку на завтрак на завтрак мы с капучино с мужем а лето сила с водичкой не может она пока молоко пить иногда вот прям иногда иногда да я рассказывала она в детстве так перебила молока что больше она не хочет его пить но иногда ночью знаете когда у нее начинается сухой кашель у нас есть мед кстати очень хороший я его показывала мы вы открыли сегодня баночка прям очень вкусный и ночью когда она просыпается от кашля я ей чуть-чуть разогрева молочка и меда даю вот так вот с медом примешивала она знаете глоточек буквально просто чтобы горлышко да смазать и она больше не кашлят а сегодня ей давала выжимала лимон и мед как вкусно какое говорит вкусное лекарство наш любимый хлеб Поначу. А ты прям режешь столько крошек. Скажи, девочки, привет. Я что-то скажу. Она у нас переоделась, сказала, что будет выступать. Вот еще, знаете, такую вот гулечку сделала, да? Сейчас. Я говорю, мы покушаем, и тогда ты будешь танцевать. Танцы после ужина. Правильно. Зай. Давай, Зай. Ставила уже разогреваться, самородку. Он стреляет. Чтобы мясо быстро не отступало в тарелках, я их разогреваю за поломовку. Три-четыре минуты. Три-четыре минуты. Так. Красота. 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 Иди поздоровайся. Я не приходил, но... Скажи девочки добрый вечер. Девочки, добрый вечер. Дожки. Дожки, девочки. Девочки, мы любим. Это я еще люблю. А, это да, это песня. Па-па-ра-ра, па-па-ра-ра. Убрала я кухню, убрала все. Итак, пироги с апельсином, пирог и с клубникой. Аллегра выбрала с клубникой, а я с апельсином. Коля, салют, и ты зору, будь здоров. Какой пирог? Я знала. Скажи клубничка. С клубничкой будем есть. Я бажу с апельсинчиком. С клубничок, у меня фрагула. Черт, Омаре, клубничку, Семенчо, клубничку, ва-бене. Бакивай. По половинку. По половинку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, помните, я вам говорила в прошлом влоге, что у нас было родительское собрание, индивидуально разговаривали с каждым отдельно. Я вам не рассказала в прошлом влоге, но учителя сказали, что Аллегре нужен логопед. Нам, в принципе, и в садике говорили, что Аллегре нужен логопед. Но я ему на Олеговый муж говорю, давай подождем, потому что она недавно начала разговаривать. Она в три с половиной года только начала разговаривать. Я говорю, давай ей дадим время хотя бы молочком. Надо прекращать пить молоко. Я почитала, что молочка, это, отеки, отекаешь от нее. А я что-то по утрам, я очень редко пила молоко. А сейчас что-то мы с мужем по утрам молоко пьем. Надо купить соево. Но у меня сегодня было всего лишь 10 евро. И это я все купила на 10 евро. Яблоки. Сейчас сезон яблочек. Ух, я съем после обеда яблочко. И банан. Все. Так, по поводу логопеда. Нам в садике сказали, я сказала, давай подождем. Вот. Ну и в школе у учитель, я помню, там прошло пару месяцев, она говорит, я пока ничего не слышу. И вот мы с ней разговаривали, она говорит, там, смотри, у Аллегра путать буквы. Б, П, В, Ф. Вот эти вот звонкие, глухие, да. И плюс, она некоторые слова, она не слышит. Допустим, если есть в слове 5 букв, то которая посередине, она не слышит. Или, допустим, она не слышит первую. Если, допустим, да, нужно читать первую букву как отдельно, а потом два, как они называются, слога. Два слога. То она первой может пропустить, когда писать. Когда читает, нет. Но когда пишет, она именно пропускает эту отдельную букву. И учитель сказала, что это не прям уж случай такой, который нужно прям срочно, да, логопеда. Но она говорит, если сейчас не помочь, да, то она может, скажите, пожалуйста, не успевать за детьми. Вот, и если бесплатного, да, брать логопеда и идти, допустим, к педиатру, педиатр скажет, так и учительница сказала, что ребенок не нуждается в логопеде. Она говорит, но я вижу, она говорит, у нас в классе 19 человек, и я ей помогаю. Я вам, по-моему, уже говорила, да, учительница по-итальянскому, у нее очень большая симпатия к аллегре. Я прям вижу, да, видно сразу. И она говорит, я ей всегда помогаю, и я вижу, что я ей помогаю. Нам, кстати, выставили первые полугодовые оценки, но там не оценки выставляют, а как бы написано интермедиум. Это на наш интермедиум, это четверка, да, это можно сказать так, твердая четверка. Ребенок молодец, он учится, он, да, идет за программой, но ему нужно, да, продолжать учиться, продолжать работать. Как бы если это пятерка, то он вообще супер молодец, да, четверка вот так вот. Интермедиум. Но у нас в классе нет ни у кого пятерок, все вот детки, которые хорошо учатся достаточно, а у них и четверка. Вот, Эна говорит, Таня, я вам посоветую, Татьяна, да, говорит, возьмите логопеда, попробуйте. Мне уже оставили номер телефона, я ей звонила сегодня, не дозвонилась, вот. И когда звонюсь, у нас есть первые четыре вот эти пробные занятия. Если ребенку, она проходит эти четыре, да, там, получается, в неделю один раз, часик, она его проходит. Если логопед говорит, что нужно заниматься, то занимаемся. Если нет, она просто может сказать, домашнюю дать, домашнюю работу, да, написать, и сказать, как работать с ребенком, да, как ему помогать, там, читать. Может быть, эти четыре занятия ей будет и достаточно, не хватает ей вот маленького вот этого вот толчка. Хотя я вижу, и еще, знаете что? То, что она не приносит уроки каждый день домой. Вот, допустим, вчера учительница ей принесла, они делали диктант, и я видела все ее ошибки. Вот, она забрала, сегодня принесет. Вот, и мы с ней вечером читали, делали работу над ошибками, делали еще диктант. И она дома диктант пишет лучше. Я говорю, ну почему ты пишешь лучше, а в школе по-другому? Говорит, мам, мы должны про себя это проговаривать. Она пока еще не научилась про себя. И когда она проговаривает слух, да, вот это, допустим, соли, там, рана, и она, получается, пишет. Вот, вот такие вот делишки. Поэтому будем заниматься. И я сразу сказала, я говорю, да, 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 мы без проблем возьмем, потому что я не хочу. Лучше на начальной стадии помочь ребенку, и он тогда уже, знаете, да, потихонечку начнет учиться. Вот, чем это запустить. И еще, знаете, что я вам хотела сказать? Плюс, мы сейчас с ней учим вместе итальянский. Мы когда делаем диктант, что-то читаем, я для себя очень много всего узнаю. Ну, знаете, я начинаю проходить вместе с ней школу. И это, конечно, очень хорошо для меня. Я думаю, через... Можно даже не идти на какие-то курсы, а через пару-тройку лет у меня уже будет хороший итальянский. Будем учиться с ней вместе. Так, девочки, у меня сегодня день уборки. Я уже начала уборку как целый час. Всего лишь одни перчатки остались. Это мне на ванную комнату. Это на вечер размораживаю домашние колбаски, свиные. У нас тут новый житель цветочки. Запах шикарный. Посильное белье вчера стирала. Надо будет сложить и положить в глажку. Так, пыль надо будет вылить, везде повытирать. Ванна у меня в планах уже все, видите, тут. Комнаты. Аллегрина комната. Немного разобрала нашу гардеробную. Девочки, весной в марте буду разбирать, перебирать все и кое-что оттуда убирать. И началась у меня уже там стирка. Полным ходом. Мне вон глажки куча. Ну, а там, знаете, сколько успею, сколько получится. Планов, конечно, у меня много. И я. Субтитры подогнал «Симон» 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 думала что не успею 41 осталось себя немного в порядок привести и переодеться за аллегра по 4 часа выходить собралась кушать готовить звонок в дверь здравствуйте я по поводу воды я говорю не знаю мне может ничего не говорил извините тут я просто так расстроилась да да и мужу звонил гряда в этом нужно будет поменять фильтр чтобы вода была помягче девочки вот я не могу с этим смириться потому что в италии заходят к тебе домой в обуви работники сотрудники друзья родственники все все заходят в обуви я сегодня блин столько убиралась муж на меня посмотрел таким взглядом ну что вы думаете я проплесосила я помыла полы сейчас мне звонит муж не вернусь нашим сотрудникам нам нужно до установить я говорю я только полы помыла он говорит постели бумагу мне пришлось постелить бумагу это представлять нельзя снять обувь и пройти надо будет попачкать в обуви вот я не могу с этим смириться не знаю не нравится мне эта тема когда ходят в обуви вот честно я прямо что простроилась самого утра убирала убирала они не тут сделаем дорожку пусть идут по этой дорожке девочки мне как раз и девочка моя одна написала алиночка горит сделай минутку такую чтобы зиндя просто расстроилась не могу забраться в кучу она горит расскажи нам что-нибудь во влоках про итальянцев там про традиции что едят что кушают что пьют и что 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 носят ну вот одна из традиций итальянских ходить в обуви по квартире вот это вот прям их тема но это не только итальянская это вообще не хочу вам сказать европейская вся европа ходит ну в общем едут они сейчас опять будет что-то делать подходе подъезжают девочки начнем делать соус на ризотто так домашние колбаски у меня свиной резать не буду а сразу знаете сюда кусочками как маленькие кефтельки о и чок чтобы лук наш не сгорел могу потом добавляем а не в первую очередь когда будет сосиска поджаристая и лук не горелый закончили ушли хотелось знать как они уходят девочки я зашла на секунду в туалет и они как раз учли ну это муж наш сотрудник родит мы уже все но они молодцы по карте по карте пошли у меня осталось маскарпоне девочки добавлю маскарпоне и сразу водички перемешиваем пусть потомится пару минуточек пока у нас тут соус еще буквально минуточку и буду выключать девочки ну конечно ходите в обуви это все все не очень хорошо но давайте начнем предположим я кстати недавно у мам спрашивала я общаюсь с мамой я говорю ой что вы на обед кушаете и в италии в основном вот кого я знаю опрашиваю опрашиваю в основном едят паста на обед это может быть паста белая знаете обычно отваренное чуть-чуть сыром потереть и все это паста подождите пожалуйста макароны паста что хотите с помидором соусом помидоры даже бывают лук не добавляют а просто масло оливковое базилик помидор там а не томатная паста а тертые помидоры быстренько сварили пасту все сыропа потерли и у них паста и ризотто считаются первое блюдо и они ризотто подают в глубокой тарелке аллега меня зовут и очень редко они готовят ризотто на обед это так кажется что ризотто можно приготовить я уже так говорила легко и просто на самом деле ризотто готовить достаточно сложно и я вам помните показывала что ризотто правильно как она приготовилась как мне там писали каша что-то такое нет я кстати могу сказать потому что я готовлю ризотто очень 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 хорошо и оно должно растекаться оно прям должно знаете такое кремовое кремовое а не рассыпчатое как мы в россии привыкли кушать допустим да плов он у нас рассыпчатый и почему очень часто я в россии когда жила я покупала рис как же называется басма да вот этот длинненый который такой более рассыпаем в итальянских сеймах практически все едят первое блюдо вот как мы едим на обед очень часто супчик здесь я едят пасту быстро недорого да сколько она там стоит и нормально вот мы сейчас девочка одной общаемся она мне говорит мы едим на обед только пасту вот семь дней в неделю если они только не будут кому-то в гос или что-то еще на обед это будет паста они могут знаете что еще делать замораживать допустим соусы да допустим соусы болонезе вот этот вот наш с мясом они могут его заморозить и потом достать баночку разогреть и приготовить еще очень часто они готовят с соусом песто но так как сейчас зима в принципе есть у них зимний песто да вот допустим да из брока или что-то еще но они тоже они скорее всего этот соус заморозят так выкладываем чтобы не пачкать много посуды все готовим в одной сковородке она уже знаете настоялась пять минуточек попиталась наша колбаска кстати здесь еще есть куриная колбаска тоже мне кажется с куриная колбаска будет очень вкусно конечно же мы кастрюлю сковородку не моем так вкуснее добавляем рис маслица чуть-чуть немножко поджарится наш рис и я водичку с чайника добавляю рис уже наполовину приготовился а еще что хотела сказать что они когда на обед готовят пасту то они ее готовят только на один раз вот на один раз они ее приготовили поели и все они не готовят там чтобы на несколько раз был обед потому что пасту они не разогревают вот она приготовлена и все съели и забыли на следующий день готовим другую может быть то же самое это будет с помидором да или это будет белая но это будет новая свежая только что приготовленная приготовленная практически готов наша маска перемешиваем 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 черту Олегра пришла говорит хочет попробовать черту спать ты запрел выключаем газ и буквально на одну минуточку оставляем закрытой крышкой посмотрите какое получилось посмотрите какое получилось ммм конечно же сыра а таза все 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 что все а Ой! София! Боно! Вкусненько! 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 Как ты делаешь? Бонисимо! Давай! Ждем уже! Муж написал уже еле домой. Мы ризотто дома кушаем, да? С семьей в обычных тарелках для второго блюда. Ну, конечно же, в ресторанах, если к нам придут в гости, или мы к кому-нибудь идем в гости, то, да, ризотто подаются в глубоких тарелках. Первое блюдо. Уже слюнки секут? Секут! Попробовали! То, что вот Аллегра сейчас пробовала в моем месте ризотто, это я готовила, это я сделала для рельса. Вот. А это уже по-домашнему! Очень вкусно! Сейчас буквально оно еще пару минуточек настоится. Если оно, знаете, станет более таким тверденьким, его можно слегка-слегка водичкой разогреть и... Как итальянцы показывают. М-м-м! Ке боно! Каждый разошлись по своей комнате. Аллегра там делает поделки. Муж уже в кровати. Время еще девяти нету. Так как у меня комнат нету, я на диване. Давно не смотрела фильм. Последний раз смотрела «Дьявол носит Прада». Фильм прикольный. Я его давно еще смотрела, но всегда смотрю с удовольствием. Мне кажется, это такая классика, которую можно всегда с удовольствием посмотреть. Как отпуск по обмену. Раз в год я его всегда смотрю перед Рождеством. Посмотрела когда, уже не помню. И вот сейчас села, хочу на диванчик немного посмотреть фильм. Но я уверена, сейчас Аллегра через пять минут меня уже будет звать. Мама, почищи мне спинку. Все, девочки, ребята, спокойной ночи. Вон она у тебя. я читала одну пачеку Lab Trek чемпgradюдудудудудудудудудудудудудудудудудудудудуидудудудудудудудудудудудудудудудух rundвыдения д . И повторяю т.эш 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 т.